Если жаркую самарскую погоду можно назвать закономерным и вполне устоявшимся явлением, то ситуация с заболеваемостью с COVID-19 еженедельно и ежедневно меняется. Только за прошедшую неделю в столице региона было выявлено 334 инфицированных жителя. Это на 143 пациента больше, чем за предыдущий недельный период. По всем показателям, рост заболеваемости вырос практически в три раза. И если раньше беспокойство медиков вызывали люди из группы риска, то есть лица старше 65 лет, сейчас большая часть инфицированных – это граждане от 39 до 40. Всплеск зараженных зафиксирован и среди молодежи. То есть более половины случаев, или 265, или 61% от всех заболевших – это лица возрастной группы от 18 до 49 лет. Сейчас приоритеты сместились в более молодую возрастную группу 18 лет и старше. Для нормализации педобстановки некоторые фитнес-центры города упорядочили работу и снизили наполняемость своих комплексов до 50%. Фудкорты, работающие на территории крупных торговых центров, по-прежнему используют метод бесконтактной оплаты и электронное меню. Проверки на соблюдение требований регионального Роспотребнадзора сейчас идут на всех объектах торговли, потребительского рынка, транспорте, общественных местах. Ограничено число массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, в том числе и на открытом воздухе. Ежедневно в связи с неблагоприятной эпидобстановкой санитарные требования будут становиться только жестче. Поэтому, как бы ни хотелось снять маску в жару, правилами надзорных органов в период пандемии и возможной третьей волны ковида лучше не пренебрегать. Масочный режим является обязательным, в том числе в местах общего пользования, на территориях общего пользования. Масочный режим – это, наверное, один из гарантов сдерживания заболеваемости, то, которое растет. Самой главной мерой по профилактике является вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пройти процедуру сейчас можно не только в поликлиниках по месту жительства. В городе ежедневно работают передвижные и фельдшерско-акушерские пункты. Как правило, они располагаются в местах большого скопления людей – у торговых центров, набережной, у скверов и парков Самары. Также с 1 по 25 июля этого года в столице региона пройдет акция «Самара Я привит». Граждане, прошедшие вакцинацию, смогут принять участие в розыгрыше телевизора, ноутбука, смартфонов и других ценных призов. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте samarayaprivit.rf. Ольга Павлова, Константин Головин. События.